Писать картины Зоя Карпова начала уже после 50-ти. Этот труд мог бы стать неплохой прибавкой к пенсии, ведь и годы не те, и инвалидность. Но женщина свои произведения дарит. Считает, что радость и помощь нужны тем, кому еще тяжелее. Конечно, по возможности каждый может внести свой вклад. Вот и я, пригласили меня, я с радостью принесла свои работы. Что-то могу помочь. Благотворительный аукцион «Подари надежду» в этом году с трудом смог вместить желающих помочь. Самарцы пришли целыми трудовыми коллективами. Свой вклад пожелали внести даже представители корейской делегации. Механизм нам пока непонятен, но поучаствовать очень хотим, признались они. Певица Диана Гурцкая выбрала в своем графике время и приехала на аукцион «Добра». Цену такой помощи она знает, как никто другой. Мы, когда понимаем, что мы не одиноки в этой жизни, тогда на самом деле нам очень легко. Нам легко, когда мы вместе. Сумма, собранная на прошлогоднем благотворительном аукционе, была превышена уже на восьмом лоте. За работы, выполненные руками умельцев городского общества, инвалидов буквально сражались. Неизвестно, кто был счастлив больше – авторы, организаторы или покупатели. Я искренне хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сумели найти время, прийти, не пожалели, потратить деньги на это хорошее, святое дело. Мы все стали сегодня чуточку добрее, чуточку душевнее. 1 миллион 22 тысячи рублей – таков итог второго благотворительного аукциона «Подари надежду». Купеческая Самара всегда славилась традициями благотворительности и меценатства. Сегодня они возрождаются, а значит, семьи детей с тяжелыми формами онкогематологии получат возможность победить болезнь. Инесса Панченко, Максим Гусев, События.